Вероника Климова А теперь об этих и других новостях более подробно. Вероника Кочегаров Андрей Иванович всю войну прошел, в 1945 году погиб в Кенигсберге. Военного парада и прохождения бессмертного полка в этом году не было из-за пандемии, но люди все равно пришли на городской мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы положить цветы как знак памяти о тех, кто с войны не вернулся. Кочегаров Андрей Иванович. Он ушел на войну с нашего города, любимого Артема. Всю войну прошел и погиб 16 февраля 1945 года. У меня дед тоже прошел всю войну, дошел до Берлина. Поэтому мы чтим, любим, уважаем и, конечно, все это будем помнить. Красные гвоздики на списках погибших, почетный караул у вечного огня, георгийский флаг в руках кадетов, знамя победы в сопровождении юноармейцев и памятная гирлянда к подножью монумента погибшим в годы войны артемовцам. Пока это все, что мы можем сделать для тех, кто не вернулся, выжил, но умер от ран, тех, кто жив и помнит. И мы не забудем. КОНЕЦ 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 Здесь же на мемориале состоялся небольшой митинг, главные слова на котором были у ветерана Великой Отечественной войны, участника боевых действий Иннокентия Отева. Обращаюсь ко всем поколениям, особенно к нашей молодежи, школьникам. Никогда не забывайте о подвигах своих дедов и прадедов. Уважайте ветеранов, помогайте во всем старшему поколению. Сохраните память о тех, кто отдал за родину свою жизнь и молодость. Не потеряйте лучших качеств нашего народа. Будьте готовы постоять за наше отечество так, как сделали мы. И самое главное, любите нашу родину так, как любили мы. Помните, Россия – Великая Держава. Отстаивайте интересы нашей страны, сохраните и укражайте славу отчизне. С праздником, с нашей Великой Победой. Поддержал ветерана глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон. Я не знаю, как сегодня, вот в этот день ощущает себя, вот сегодняшняя молодежь, но мы же воспитывались с вами на вот этих датах. И День Победы всегда, он был такой очень трепотный праздник. А мне кажется, сейчас с возрастом это понимаешь еще больше. И поэтому вот уже, когда наступает, приближается этот праздник, конечно, ты понимаешь ощущение величия чего-то, ощущение большого, ощущение сильного, оно вот с детства присутствует. Ощущение гордости. Это те, такие внутренние вещи, которые нам сегодня нужно попытаться привить нашей молодежи, нашим детям. Получается прививать? Ну, вы знаете, сложно, мне кажется, сложно, но это нужно делать и в этом нет сомнения. Дорогие артемовцы, уважаемые ветераны, низкий вам поклон за все, что вы сделали. Живите долго, не болейте на радость своим близким, на радость нам. Всего вам самого хорошего. Своё мнение по поводу празднования Дня Победы выразил председатель Думы Артемовского городского округа Анатолий Бадль. Праздник этот действительно, он хороший, он хороший, весенний, радостный праздник. Я представляю, как в то время, в то время, как люди ликовали, как они вздохнули облегченно, слава Богу, мы победили. Понимаете? То есть это тяжелая ноша, это не дай Бог нам пережить через это. Поэтому всем желаю мирного неба, никогда, чтобы не было войны. И даже когда я говорил тост военным, я говорил, ребята, вы молодцы, у вас наград много, вы классно все делаете. Ну дай Бог, чтобы никогда не применяли оружие. По окончании митинга празднование продолжалось на Придворцовой площади. Там состоялся концерт с символическим названием «Победа в сердце каждого живет». Жители Артема с большим удовольствием наблюдали за артистами, будто сами принимали участие в концерте. Общее настроение и атмосфера праздника чувствовалось в каждом номере и находило отражение у всех, кто присутствовал. Что для тебя будет праздник? Это, по-моему, самый большой праздник, который, наверное, на все времена. Победа народа нашего в страшной войне. Как бы, ну, забыть тяжело это. И, наверное, нельзя забывать. Скорее всего, это память тому, что достигли наши прадеды. Ну и урок на будущее. Вечерняя программа продолжалась в городском парке и завершилась праздничным салютом в честь Дня Победы. Как тогда, в 45-м. Только выстрелы на этот раз были холостыми, праздничными. Впрочем, как и последующие 76 лет. День Победы Александр Натойчев, Денис Надельный, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости, телеканал «Лента». В торжественном возложении цветов к памятнику артемовцам принял участие депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер. День Победы 9 мая давно уже стал главным праздником страны. Поэтому почтить память погибших годы войны на городском мемориале собрались многие артемовцы. Среди них депутат Законодательного собрания Приморского края Игорь Шауфлер. Мероприятие началось с торжественного возложения памятной гирлянды к подножью монумента, погибшим в годы войны. Законодательный собрания Приморского края Игорь Шауфлер. Посещение мероприятия для Игоря Шауфлера – это не только возможность пообщаться с ветеранами и молодежью, но это еще и гражданская позиция, долг перед страной и ответственность за то, что в ней происходит. Добрый день, дорогие ветераны, уважаемые жители города Артема. День Победы – самый главный праздник нашей страны. 9 мая символизирует народное мужество, патриотизм, величие нашей Родины. 27 миллионов жизней унесла эта страшная война. Сегодня мы вспоминаем и чтим тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, за то, что мы живем под мирным небом. И сегодня важно, чтобы молодежь, новое молодое поколение помнило и чтило заслуги ветеранов. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, разрешите поздравить вас с праздником Днем Победы. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, любви и заботы близких вам людей. С Днем Победы! Спасибо вам за победу! Игорь Шауфлер не раз слова подтверждал делом, помогал ветеранам войны и труженикам тыла. И это еще одно проявление патриотизма – память и долг перед старшим поколением. То, что необходимо передать молодежи. Александр Наточев, Денис Наддельный, Светлана Нурик. Городские новости, телеканал «Лента». Торжественная церемония награждения чемпионов спортивной школы «Мастер» прошла в Артеме накануне Дня Победы. Смотрим, как это было. Поздравить воспитанников спортивной школы «Мастер» с заслуженными наградами собрались глава Артема Вячеслав Квон, депутат Госдумы Владимир Новиков, депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер, председатель Думы Артема Анатолий Бадль, тренеры и родители. Гости чествовали спортсменов, которые своим трудом, стальным характером и силой воли добивались побед на соревнованиях различных уровней. Среди ребят абсолютные чемпионы рейтинговой системы спортивной школы «Мастер» по итогам 2020 года, чемпионы и придеры первенства России среди юношей и девушек 2021 года. Собравшихся поприветствовал директор школы Алексей Писаренко. Он отметил, что несмотря на тяжелый год, спортсмены тренировались с большой отдачей и упорством, и результат не заставил себя ждать. Впервые за историю спортивной школы «Мастер» воспитанники, которые выросли в стенах нашей артемовской школы, привезли с первенства России одновременно три медали. Я очень горжусь нашими детьми, но за этим результатом стоит многолетняя кропотливая работа нашей команды чемпионов, нашей спортивной семьи «Мастер». В первую очередь хочется отметить, конечно, тренерский штаб, который круглосуточно работает с нашими воспитанниками. Спасибо за поддержку наш родительский комитет, наших фанатов и наших спарринг-партнеров, ну и, конечно же, наших воспитанников. Сомбистов-чемпионов поздравили глава округа Вячеслав Квон и депутат Государственной Думы Владимир Новиков, которые на протяжении 10 лет поддерживали школу «Мастер». Наверняка те такие вещи, которые перед собой ставили люди, которые победили Великую Отечественную войну, это мужество, это упорство, это сила воли, это все сегодня присутствует и у вас. Вы в таком уже молодом возрасте можете ставить перед собой цели, можете их достигать. Вы сегодня самоорганизованы, самодисциплинированы, это благодаря клубу. И вы знаете, я уверен, что даже выйдете вы из стен клуба, но все равно вы будете уже, вы сегодня уже патриоты, вы патриоты своего клуба, вы патриоты нашего города, вы патриоты нашей страны. Сегодня школа «Мастер» вышла за пределы города Артема. Спортсменов знают и ценят. По поручению министра спорта Российской Федерации Владимир Новиков вручил звание «Мастер спорта международного класса» Николаю Ковтуну. Приказом Министерства спорта Российской Федерации 23 октября 2020 года номер 114 присоединено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» Ковтун Николаю Николаевичу. Почетной грамотой главы Артемовского городского округа награждается тренер-спортсмена Писаренко Алексей Александрович. За выдающиеся достижения и пропаганду борьбы самбо целый ряд спортсменов и тренеров удостоился заслуженных наград и мотивационных премий. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова